Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Вашингтон Ирвинг Легенда сонной лощины Глава первая Когда добрые люди из сонной лощины бывало вместе грелись у костра темными ветренными ночами, разговор у них нередко заходил о таинственном всаднике, которого видели они на ближних дорогах. «Это тот кавалерист, который лишился головы на революционной войне», — говорил один. «Пушечным ядром снесло». «Это призрак, владыка всех злых духов здешних мест», — возражал другой. Точно не знал никто. Но темной ночью фермерам случалось видеть летучее видение. Огромный и страшный всадник несся на могучем скакуне. То был всадник без головы. «Тело его погребли на кладбище», — говорил некто, считавший себя в таких делах большим знатоком. «И по ночам он скачет к роковому полю боя, ищет там свою голову. Вот под утро и видно, как он несется по лощине во весь опор. Ему надо до рассвета поспеть обратно в могилу». Внимательнее других слушал эти рассказы о призраке Икабот Крейн. Он был школьный учитель и полагал, что самому ему тоже кое-что известно насчет призраков. Икабот был высокий, тощий, молодой человек с длинными руками и ногами, которые смешно торчали у него из рукавов и из брюк. Маленькая головка лезла из воротника на тоненькой шее. У него были огромные уши и длинный острый нос, благодаря которому он напоминал тех петушков, которые сидят на коньках крыш и поворачиваются вместе с ветром, нам предсказывая погоду. Правда, кое-кто считал, что он очень сильно смахивает на огородное пугало. Однако пора вам объяснить, что сонная лощина — одно из самых спокойных мирных мест на всем белом свете. Долина эта примастилась на берегу реки Гудзон так тихо, что кажется, будто она спит. Одни говорят, будто немец-доктор, искусный в волшебстве, заколдовал ее когда-то давным-давно. Другие уверяют, что индийский шаман ее опутал чарами задолго до того, как Генри Гудзон поднялся по реке и дал ей свое имя. — Это зачарованное место! — шепнул однажды ночью Икободу один старый фермер. — В небе полно метеоров и падучих звезд. Вот по ночам вас и мучают кошмары. Днем же Икободу некогда было думать про призраков и духов. Он был ужасно занят делами своей школы, помещавшейся в одной единственной комнате. Если пройти мимо школы в теплый тихий день, можно было услышать жужжание детских голосов, затверживающих урок. Но можно было различить и свист розги, воспитывавший нерадивого ученика. Но Икобод вовсе не любил наказывать своих подопечных. Если это был слабенький ребенок, который плакал при одном виде розги, Икобод ограничивался предупреждением. Если же наказывать приходилось здоровенного детину, Икобод приговаривал, что порка ему пойдет впрок. Он любил своих учеников. Когда не было уроков, он охотно принимал участие в играх старших мальчиков. А младших он даже нередко провожал домой, а особенно тех, у кого была хорошенькая старшая сестричка или мама славно умела стряпать. Он старался поддерживать добрые отношения с семействами учеников. А что ему оставалось делать? Жалование у него было очень маленькое, а петит же очень большой. Что на обед? Часто с порога спрашивал Икобод. Хоть и тощий он заглатывал еду, как змея анаконда. В счет жалований он жил и столовался в домах тех фермеров, чьи дети ходили в школу, поживет с недельку в одном доме и переезжает в другой. Так и переходил весь год из дома в дом, все свои пожитки умещая в носовом платке. Фермеры в те времена порой полагали, что у учения слишком дорогое удовольствие, а школьные учителя ленивые трудни. Чтобы облегчить их ношу, Икобод как мог им помогал по хозяйству, ворошил вместе с ними сено, предлагал свое содействие, когда чинили забор, водил коней на водопой, выгонял коров на пастбище, рубил дрова для зимнего очага. — Позвольте, я пригляжу за этими милыми крохами, — говорил он матерям, и часами просиживал, держа дно дитя на коленях, а другое укачивая в люльки с помощью длинной своей ноги. Одним из величайших удовольствий Икобода было, сидя у огня долгими зимними вечерами, слушать рассказы фермерских жен о привидениях и домовых. Они рассказывали, а сами пряли шерсть или пекли яблоки в печке. — Вон то поле, оно заколдованное, — говорила одна. — А под тем вон мостом домовой живет, — вторила ей другая. Один раз своими глазами его видала. Икободу тоже было что порассказать. Он читывал книги о колдовстве, умел преподнести истории о привидениях, о знамениях, о странных знаках, какие можно увидеть в ночи. И он им рассказывал о кометах, об опасных падучих звездах. Порой он пугал невежественных фермеров, сообщая им, что земля круглая, и что, сами того не зная, они половину своего времени проводят вверх тормашками. Приятно было, посиживая у очага, рассказывать разные истории. Потрескивал огонь, вся комната озарялась, и, разумеется, никакой призрак не смел сюда сунуть свой нос. Но идти домой в темноте было совсем другое дело. Тут уж все призраки толпой окружали оробелого учителя. Зимними вечерами страшные тени повсюду прятались вдоль дороги. Он поглядывал назад на озаренные окна и жалел, что вообще вылез наружу. «Ах, не тронь меня!» — молил он. Но впереди оказывался всего лишь куст, покрытый снегом, вовсе не дымовой. «О, Боже, что это!» — шептал он. Но то был всего лишь скрип собственных его шагов на снегу. Он весь съеживался, он боялся даже оглянуться через плечо. Но был один призрак, которого и кабот боялся больше, чем всех других. То был таинственный всадник, о котором часто поминали фермерские жены. Порой поздней ночью, проходя темным лугом, и кабот слышал громкий шорох, гул, шелест в деревьях. «Это просто ветер!» — успокаивал себя и кабот. Однако не был вполне уверен, что это не он, всадник без головы. Глава вторая. Мало того, что он занимался с детьми в школе, помогал по хозяйству людям, которые ему предоставляли еду и кров, и кабот был еще и учителем пения. Немало блестящих монет заработал он тем, что учил молодых людей распевать гимны. По воскресеньям он с гордостью вставал в храме впереди всех и дирижировал своим хором отборных исполнителей. «По-моему, — говорил он потом знакомым, — наши гимны сегодня сильно украсили службу. Не правда ли?» Конечно, его голос перекрывал все остальные. Он разносился на целую милю, и вы даже могли услышать его, гуляя по другому берегу озера. Говорят, что и до сих пор тихим воскресным утром возле церкви можно услышать эхо звонкого голоса и кабота. Человек образованный и кабот имел тонкие вкусы знания, намного превосходившие те сведения о жизни, какими могли похвастаться грубые сельские жители. И, конечно, он нравился всем девушкам и женщинам в округе. Куда бы он ни зашел в гости, ему подавали самые вкусные булочки, а то и ставили на стол серебряный кофейник. И кабот же вовсю старался оправдать это доброе мнение дам. Он с ними беседовал после воскресной службы. Он срывал для них виноградные грозди из диких кустов. Он им пересказывал все изречения, начертанные на надгробных плитах местного кладбища. — Под камнем сим лежит жена моя, — декламировал он. — Покой дарован ей. Его вкусил и я. И дамы дружно прыскали. Он хаживал с ними вместе к мельнице у пруда, а робкие деревенские увольни плелись сзади. Они были пугливы, как овцы, и завидовали умению и кабота обращаться с дамами. Дамы считали и кабота человеком, большой учености. Он читал им отрывки из истории нового ведовства. Ведьмы и волшебство были предметы, в которые сам он глубоко верил. Однако при всей своей начитанности и кабот обожал страшные рассказы у камина. Пожив в сонной лощине, он еще больше пристрастился к историям о домовых и привидениях. Чем несуразней, чем нелепей была история, тем с большим аппетитом он ее заглатывал. Часто после конца уроков лежал он в высокой траве под лирокочущего ручья и часами читал про ведем домовых и призраков. Бывало, уже темнело, когда он отправлялся домой. Каждый звук будоражил его воображение. Крикнет ли козадой в горах, квакнет ли жаба, ухнет ли филин, а то и просто скрипнет сучок, прошелестит крыльями птица, а уж у него волосы встают дыбом. Его пугали светляки. Жук падал на него в темноте, а уж он бежал, что было мочи, уверенный, что к нему прикоснулась ведьма. Единственное спасение тут были гимны, и он громко их распевал в надежде прогнать злых духов или хотя бы заглушить те звуки, которые они издавали. «Видно, и кого откроен идет», говорил фермер жене, сидя дома поздно вечером. «Опять горланит на всю округу». Но все эти страхи и ужасы, допекавшие Икабода, были собственным его измышлением. Каких бы ни видел он призраков, как бы ни гонялся за ним дьявол в разных обличьях, наступал ясный день, и все это таяло. И, в общем, жизнь у Икабода была безбедная и приятная. Покуда однажды на жизненном пути не встретилось ему существо, более опасное для мужчины, чем все домовые и ведьмы вместе взятые, а именно – женщина. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.